Русские новости У малых народов есть средства защиты, есть законы соответствующие, разнообразные комитеты на уровне региональном, на уровне федеральном и даже на мировом уровне, чего вообще нет у русских. У русских нет никаких комитетов защиты, никаких государственных органов, которые защищали бы интересы русского народа и предотвращали случаи геноцида. А у шорцев есть. Так вот, оказывается, нет таких инструментов. Законы есть, но они действуют только в том случае, если это удобно местной олигархии или федеральной олигархии или мировой олигархии. Шорцы оказались на земле, которая богата полезными ископаемыми, поэтому все механизмы защиты их от геноцида прекратились. Ну а русским-то какое дело до шорцев? Ну вымрут шорцы, что русским от этого будет тепло или холодно? Так дело в том, что геноцид в отношении русских осуществляется теми же самыми инструментами, на том же самом месте и в то же самое время, что и в отношении шорцев. Поэтому, когда русские националисты защищают шорцев, они защищают и русский народ тоже и выступают против общих врагов. Русские националисты – это ведь не враги коренных народов Российской Федерации и вообще других народов. Русские националисты – это враги беспочвенной олигархии, которая не относится вообще ни к какому народу, хотя зачастую опирается на этнобандитизм и этнические преступные группировки, которые внедрились во власть. Вот один из представителей такой группировки – это Аман Тулеев, глава Кузбасса, глава Кемеровской области, который включен в этнокриминальные и необязательно этнические связи с иными представителями олигархической хунты, как на территории Кузбасса, так и на территории страны. Это человек не относящийся к какой-то другой национальности, не народец для русских, а человек вырожденный, его национальность вообще ни в чем не отражается, потому что он не уважает не только свою национальность, которая принадлежит, но не уважает и коренное население Российской Федерации, и коренных жителей Кемеровской области, в частности, малый народ шорцев. Поэтому это представитель, можно сказать, олигархической национальности, кремлевской национальности, но никакой другой национальности он просто не принадлежит. Иначе бы он не вел себя как бай или какой-то местный князек, которому выделили территорию в кормление. Но он действует именно так, и поэтому мы действуем против него и призываем граждан, которые пойдут 13 сентября голосовать на губернаторских выборах, ни в коем случае не голосовать за Тулеева. А лучше вообще не ходить на эти выборы, потому что все кандидаты подставные, они все приглашены в избирательную кампанию для того, чтобы показать массово, что якобы люди готовы кого-то выбирать, и вот, наконец-то, они снова выбрали Амана Тулеева. Мы точно знаем, что именно Тулеев будет вновь избран, в кавычках, избран губернатором Кемеровской области, а все остальное это просто розыгрыш. Поэтому, граждане, не ходите на эти выборы 13 сентября, нельзя ходить на выборы, нельзя выбирать очередного беса или в очередной раз выбирать беса, который ни к национальности не принадлежит и не имеет ни чести, ни совести, который разорил свою собственную область и организует на ее территории самый форменный геноцид коренного населения. Предоставляем слово жителю Кузбасса, который знает ситуацию в деталях, и он в очередной раз расскажет более подробно о том, как осуществляется, в каких формах осуществляется геноцид и почему за сопротивление геноциду положены политические репрессии. Я предоставляю слово Юрию Ивановичу Бубенцову, коренному жителю Кемеровской области, который в течение многих лет защищает шорцев и является активистом Русской национальной партии «Великая Россия». Я общаюсь с комитетом малочисленных народов, встречался комитет малочисленных народов, который в Госдуме, который возглавляет Сафара Алиев, некто такой дагестанец, хотя я сомневаюсь, что он дагестанец. Он относится к титульной нации нашей, которая сидит в Кремле. Он периодически обливает грязью активистов, то есть активистов шорского движения. В отношении шорского народа происходит геноцид, а признаки геноцида были доказаны на суде. Меня привлекли в суд именно за обвинение в том, что я назвал угольную компанию, которая беспредельничает, обвинил в геноциде. Меня они привлекли в суд именно по этому обвинению. И на суде было доказано очень важно, что судья с вниманием отнеслась, во-первых. Во-вторых, она потребовала предъявить факты геноцида, то есть признаки геноцида. Для нами были предъявлены факты, и судья их приняла во внимание. Это дает надежду, что когда-то состоится, я думаю, что в скором будущем, состоится суд по геноциду. И мы вот эти факты все представим. А геноцид – это очень тяжкое преступление, поскольку нет срока давности. И те лица, и соучастники, и административные органы, которые участвовали в уничтожении коренных народов, они все будут привлечены, пусть имеют в виду. Шорский народ просто на глазах исчезает. Я, в принципе, везде утверждаю, я отвечаю за свои слова, что этому народу осталось 5-6 лет существования. Этот народ ассимилируется, этот народ разъедется, оттуда разбежится. Вся беда и вина шорцев в том, что они живут на богатой полезными ископаемой земле. Это самая основная беда, так же, как и русского народа. Вот ополчились народы, да, там живут какие-то коряки, да, там живут какие-то там остяки, да. Но отношения их не так, потому что, ну вот говорят, почему там не обижают кого-то, какой-то народ там, ну меньше. В основном все народы страдают, конечно, малочисленные. Вот почему-то шорцы вот прям кричат о том, что им больно, что они там, значит, их обижают. А причина простая, там земля просто насыщена полезными ископаемой. Там все, буквально все. Там, значит, и золото, и уран, и медь, и все, что угодно. Там и марганец сейчас добывают. Марганец это вообще, значит, чрезвычайно экологическая обстановка. Тем не менее, разрешение получено, будет строиться, понимаете. У нас потребность марганца в России, она насыщена, то есть она достаточно. Вот такая промышленность, которая у нас есть, она обеспечивает нашу металлургическую промышленность марганцем, да. Вот, ну строят чисто на экспорт, чтобы увозили эти богатства. А отравление, это и дебилизм, это и умственно отсталость детей, это уже при рождении. То есть люди, которые живут в зоне, значит, добычи марганцев, марганцев полезных ископаемых, значит, они уже заведомо будут, значит, умственно отсталость детей. Да, вот, все это знают прекрасно, это есть статистика международная. Вот. А внимание, значит, к шорсам чисто со стороны только международной организации гуманитарного характера и ООО. А, значит, местные власти и власти на правительственном уровне, значит, все молчат. То есть мы обращались, я могу перечислить, к кому мы обращались. Обращались лично Миронову, партия «Справедливая Россия», обращались лично к Валуеву, депутату от Кузбасса. Значит, обращались к «Единой России», обращались к Жириновскому, обращались, значит, к Компартии, Зюганову лично, в том числе писали. Везде у нас поставлены штампики, что наше обращение принято, но результата никакого. Никто абсолютно не посчитал нужным ответить. Ну, Валуев откликнулся, вот мы были с вами, Валерий Петрович, с ним присутствовали, там функционеры были от «Единой России». Он клятвенно пообещал, что встретиться, значит, с пострадавшими. Там, я хочу напомнить, что была сожжена, значит, деревня, людей запугали, шорцев. Люди вынуждены были покинуть родовое место, поскольку угольные банды просто бандитствовали там на этой территории. То есть они заведомо создали, значит, такие условия шорцам, чтобы они покинули родную землю. То есть это отравление земли, взрывы, что вылетали стекла. То есть они, значит, если вы не хотите убираться оттуда, значит, ну, мы вам создаем условия. Ну, как вот, помните, в Палестине Израиль действовал. Они, ну, сейчас так действуют. Колодцы отравят, значит, там, как говорится, бросят камень. Вот в этом смысле они действовали в отношении этого шорского народа аналогичным путем. Деревню сожгли до отла, людей выгнали. Сейчас 9 человек практически являются бездомными. Вот. То есть надо понимать, значит, что в том числе и Элла Памфилова, мы были на приеме, значит, в комитете в этом по защите прав человека. Тоже обещали, значит, они нам приехать и разобраться. Но никто не приехал, не разобрался. Единственное, приехал Валуев, как и обещал. Он приехал, значит, мы созвонились, люди были собраны, значит, эти шорсы, погорельсы были собраны, активы, значит, я звоню ему, ну, он мне дал личный телефон, звоню ему, говорю, значит, Николай Сергеевич, люди собрались, шорсы собрали, рад, хотели бы вас услышать как своего, значит, депутата. Ну, он говорит, я вот по техническим причинам, да, прилетел в Киммер, но по техническим причинам я не могу с вами встретиться. Значит, когда мы смотрим телевизионные передачи, вечером, значит, у нас программа идет местная, смотрим, он привез, кролики раздал там, каким-то местным детским садам. Ну, в общем-то, кролик, депутат кроликовод, конечно, хорошо, но, значит, судьба народа, которая, в общем-то, как он считает, значит, ему доверила мандат депутата, вот такие вопросы остаются ко всем, ко всем партиям и в том числе правительству. Ну, сейчас идут, значит, с международных организаций какие-то заявления, постановления, просьбы разобраться, значит, с проблемой шорсского народа, приезжали эксперты ООН, именно в деревню, вот приезжал Андрей Николаевич, сам видел, приезжали, разговаривали, разобрались, значит, с этой ситуацией, сделали заключение, экспертизу. Значит, эти документы переданы в комитеты ООН различные, значит, ну, выводы сделаны, направлены в правительство Российской Федерации, мер никаких, чисто спускаются. Выводы какие, что в отношении, значит, вот этого народа действительно происходит геноцид, и нарушение прав человека, и дискриминация, и уничтожение среды обитания, то есть то, значит, что предполагает геноцид, вот именно. Преследования активистов? Да, ну, преследования активистов, кстати, я писал Николаю Сергеевичу Валую, вот, и Валерию Петровичу, я написал ему заявление, что, значит, меня, вот, и наших активистов преследуют, да, я приму меры. Ну, честно сказать, после моего заявления или обращения с просьбой, значит, остановить в отношении меня репрессии, у репрессии стали усиливаться, просто усиливаться, вот. Вот, поэтому не стоило, конечно, обращаться. Вы не можете обращать не только русский народ, но и даже шорский народ, вот, и за это предполагаются политические репрессии. Мало того, мы и сказали, что не вмешиваются в дело на шорский народ. Да, тем более, вот, эти вот чиновники, значит, из правоохранительных органов постоянно, значит, мне говорят, что, да, я русский националист, да, это шори, шорцы относятся, значит, к русской нации, мы едины, мы, в общем-то, обречены жить вместе в дружбе и согласии, мы жили там тысячу лет, да, вот. Вот, ну, почему-то чиновники, значит, ребята из органов мне говорят, ты не вмешивайся в шорские дела, что ты туда лезешь, они там сами разберутся. Да нет, не разберутся, ребята, им осталось вот с шорцем существовать, как этносу, вот, 5-6 лет, они прекрасно знают, потому что земля и вся поделена, уже вся поделена. Значит, кто где добывать из олигархов, кто там будет обрамович на этой земле командовать, значит, дерипаски там, кто, то есть, они уже все поделили. Сейчас вопрос чисто стоит технически, значит, куда деть шорцам? Вот деньги им платить не надо, значит, переселять их не надо, тратиться, значит, на создание каких-то естественных условий тоже не надо, ну, вот, мы создадим вот такие условия. Они сами убегут, разбегутся, куда они денутся, вот, и власть, это в правительстве в том числе, она же на стороне их стоит, понимаете, они все знают уже, мы все знают, я вам перечислил, все, все кремлевские партии, они все знают абсолютно об этой ситуации. Сейчас международные организации заявляют о том, что, да, сейчас вот в России существует несколько больных точек, в том числе Кузбасс. Вот сейчас выборы Тулеев игнорирует, более того, значит, дана команда спецорганам, значит, в том числе и ФСБ, ФСБ со мной постоянно работает, значит, именно присамуть, именно, значит, репрессировать вот этих политических активистов, чтобы они не вякали, и чтобы, значит, выборы прошли так, как им нужно. И вот эти вот 100-101 процент народной любви, вот край ему нужен, ему, значит, что нужно получить вот это вот показать, что он, ну, просто человек болезненно самолюбивка, так же, вот, менталитет чем-то схож вот с чеченским лидером Кадыровым, понимаете, вот у них проценты в голове, вот эти вот болезни на такое состояние, понимаете. Вот. И я ничего хорошего не вижу, и нехорошего ничего не будет. Ну, народ, кстати говоря, сейчас вот в таком находится, я бы сказал, состоянии, даже, можно сказать, уже не в ритургическом сне, а многие просто начинают понимать, что власть действительно, она не только, как говорится, антинародная, она преступная. Там, что у нас творится в Кузбассе, надо просто понимать, вот, грубо говоря, да, вот, город Миски есть. Просто угольная банда захватила влазь в городе и делает, что хочет. Земли захватила незаконно, значит, нет разрешения на землю, добывают уголь, перевозят, значит, его незаконным путем, деньги огромные увозятся. Забугор – это кипрская компания. Это как вот назвать? Это просто банда захватила. Это что хочу, то и ворочу. Кто прикрывает их? Попробуй там кто-то ведро угля сворует, да, его просто посадят на два года. А здесь миллионами тонн добывают, да, и деньги уходят все Забугор. И, значит, лоббируют интересы этой компании, значит, именно представитель замгубернатора Ганнешмидт. И я заявляю, это вполне, значит, открыто и ответственно заявляю. Я обращался к мэру, значит, я ему, значит, переписки заявил, посадите меня, да давайте вы, значит, меня в суд. Суд меня ведите, я вас обвиняю в коррупции, я вас обвиняю, значит, в незаконной деятельности. Мэру города, говорю, пишу, значит, ведите меня в суд, вы преступник. Он не ведет все, потому что он знает, что у меня есть документы, значит, подтверждающие его преступную деятельность. И более того, он меня просто блокировал на этом сайте, там, значит, была общественная приемная, да, вот и все, то есть у них вот такая политика. Значит, блокировать, значит, напустить ЦПР, напустить ФСБ, значит, работать плотно с этими активностями. Почему же никто не помогает шортсов? Ни парламентские партии, ни какие-то там комитеты. Почему даже боксер Валуев, который имел мировую известность как чемпион мира по боксу, такой вроде бы мужественный человек, огромного размера, который не должен бы вроде бы ничего бояться. На ринге-то он самых яростных противников не пугался. А здесь чего-то испугался. Что, почему он испугался? Ну, видимо, когда человек вписан в олигархическую структуру, он теряет все свои волевые качества. Вот так же потерял все свои волевые качества и боксер Валуев. Это на ринге он был героем. А когда ему надо противостоять олигархии вот прямо здесь, сегодня и сейчас, он этого не может. Он не имеет мужества, не имеет воли. И ему удобнее находиться вот в этом правящем олигархическом слое и соучаствовать в разграблении страны и в подавлении коренного населения, которое хочет освободиться от олигархического гнета. Не помогают партии, потому что им неинтересны какие-то там шорцы. Да и русские им неинтересны. Им неинтересны избиратели вообще. Им интересно получить особый статус в глазах той власти, которая сейчас представлена сплошными самозванцами. Вот эти самозванцы определяют, сколько кому голосов приписать на выборах. Дело не в том, сколько голосуют. Конечно, они затягивают на выбор как можно больше людей, чтобы цифрами легче было манипулировать. Но все эти выборы насквозь фальшивые. Поэтому и партиям, к которым обращался Юрий Бубенцов, совершенно неинтересно по существу решать какие-то вопросы. И решать такие вопросы, которые не дадут им массового пиара и не дадут им каких-то преимуществ в глазах правящей олигархии, им совершенно неинтересно. Поэтому просто отбрасывают всю шорскую проблематику. И русскую вместе с ним, разумеется, никогда решать вопрос русского народа или малых коренных народов, или немалых, но тоже коренных народов, эти люди никогда не будут. Мы в этом убедились на конкретном примере, который кажется совершенно очевидным и ясным. Почему же репрессии обрушиваются на русских националистов, когда они защищают вроде бы даже не русских людей, не русское большинство России, а шорцев, малый коренной народ? И оказывается, что эти репрессии не менее интенсивные, чем в том случае, когда русские националисты выступают за свободу русского народа от олигархии. Дело в том, что и в первом, и во втором случае русские выступают именно против олигархии. И когда они защищают шорцев, и когда они защищают самих себя. Поэтому интенсивность политических репрессий в обоих случаях запредельная. А накануне выборов в Кемеровской области, где законы Российской Федерации и конституционные нормы просто даже не ночевали, особенно тяжко сказываются на жизни русских политических активистов. Почему же русским надо вмешиваться в ситуацию? Почему надо защищать шорцев? Почему надо защищать население Кемеровской области от гнета, которое организовано Маном Тулеевым и его шайкой? Во-первых, потому что нам до всего есть дело в России, во всей исторической России. И каждая проблема касается нас. Если она касается шорцев, то она касается и русских. Потому что русские живут на всей территории России. И вся территория России является для русских исторической территорией, исторической землей, землей наших предков. Поэтому нам до всего есть дело. И до этой проблемы тоже. Если осуществляется геноцид шорского народа, то уж заведомо на той же самой территории осуществляется и геноцид русского народа. Поэтому русские должны защищать другие народы, если они попадают под гнет олигархии. А в целом мы вместе с другими коренными народами должны объединиться и уничтожить олигархию. И создать такие условия, чтобы на территории России никакой олигархии никогда не могло возникнуть. А это означает реализацию программы русского национализма, русского национального государства, которое не враждебно к другим коренным народам, к нерусским. А наоборот, к ним особенно бережно будет относиться, защищать их права, прежде всего от геноцида. И сохранять эти народы, как свои братские народы, живущие по соседству и дружественные русским людям. Редактор субтитров А.Семкин